Добрый вечер, Гомель! Здравствуйте, дорогие друзья! Осень, конец трудового дня, за окошком вечер, самое время отдохнуть под хорошую музыку. Ну, или научиться петь самому. А почему бы и нет? Ведь уже давным-давно доказано, что человек пользуется своим голосом лишь на 10%. Сегодня мы узнаем, как развить свой голос на 100% и, может быть, даже в конце передачи Александр нам споет. Ну, открою маленькую тайну, возможно, это будет дуэт. Голос – тема сегодняшней программы. Голос – самый уникальный из музыкальных инструментов. Но как его развить? Об этом знают сегодняшние гости нашей программы. На протяжении 50 лет они воспитывают будущих музыкантов и инструментальных исполнителей. Детская школа искусств номер 5 города Гомеля. В этом году учреждение отмечает 50-летний юбилей. Сегодня у нас в гостях директор этого замечательного учреждения Вера Петровна Кузнец. И преподаватель школы Лариса Валентиновна Ларчик. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рада видеть сегодня в нашей студии таких замечательных женщин. Я знаю талантливых музыкантов. Скажите, пожалуйста, 50 лет назад в тот момент молодой район Гомсельмаш открывает двери школы искусств. Туда приходят гомельские дети. Вот сколько за этот промежуток, все-таки это много, 50 лет для такого учреждения, сколько за этот промежуток времени учащихся прошло через эти двери? За полвека школу окончили почти 4 тысячи учащихся. Это очень много. Это дети, которые стали музыкантами, которые сегодня, наверное, даже формируют нашу музыкальную культуру. Скажите, вот талантливые, самые талантливые ученики, вот кем вы можете сегодня гордиться? Это кто? Это очень приятный вопрос, потому что это наш клад, это основа нашей школы. Мы гордимся своими выпускниками. Юрков Иван, баллаешник. Он шестикратный стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Лауреат многочисленных республиканских и международных конкурсов. Ныне студент Московского государственного музыкально-педагогического института имени Ипполита Иванова. Гордость, действительно, такая гордость и города, я бы сказала даже. Слава Шевич, Анна, выпускница по специальности флейта, учитель Голицкая Вероника Викторовна, дважды стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, лауреат международных и республиканских конкурсов. Сегодня она студентка Государственного музыкального института имени Шнитке в Москве. Хочется сказать про наше театральное отделение, потому что учащиеся, выпускники музыкального отделения, как правило, поступают в средние и специальные. А вот на театральном отделении выпускники поступают в вузы. Театральные вузы сразу. Да, сразу в вузы. В этом году трое учащихся поступили в нас в вузы. Юткина Марина поступила в Санкт-Петербург в Университет кинематографии и телевидения. Это класс учителей Веры Александровны. Ханова и Андрея Петровича Набока. Отлично, это очень хорошая история. Лариса Валентиновна, если не ошибаюсь, то вы тоже выпускните школы и сами учились, и выходили на сцену, обучались в тех классах. Сегодня свое мастерство вы передаете нынешним воспитанникам школы искусств. А вот помните, когда впервые переступили порог школы искусств, и когда впервые вышли на сцену? Порог школы я переступила, когда мне было 7 лет, и до сих пор его переступаю. Это было что? Вы пришли... Я со своей школой не прощалась с детства. Мама, наверное, вас приняла, занималась музыкой. Я пришла сама. 7 лет? Да, по собственному желанию. Мои родители даже не знали, что я пришла на экзамен. Им потом сообщили из музыкальной школы, что я прошла отбор. Какова была реакция родителей? Родители очень удивились, но, наверное, обрадовались. Вот, потому что у меня в роду были музыканты и баянисты, в основном баянисты. Дедушка играл на гармошке. Я помню, конечно, своих учителей. И первыми учителями в подготовительной группе у меня были Кузьминок Юрий Иванович, учитель по баяну, и Кузьминок Лариса Борисовна, учительница по сольфеджио. Уроки проходили очень весело и интересно. То есть не было сложностей? Ребенку все время было действительно легко? Нет, сложностей не было. Было легко. Особенно интересно было на уроках сольфеджио у Ларисы Борисовны. Она до сих пор работает в нашей школе. Она заряжает всех энергией. С первого класса меня учил бывший директор нашей школы Олег Федорович Гутеров. Его уже нет с нами. Что хочется сказать? За это время что изменилось? За это время? В школе? Наверное, стало больше талантливых учеников. Появились новые конкурсы какие-то. У детей появилось больше возможностей сегодня обучаться? У них стало больше возможностей, у них стало больше стимулов. Я думаю, они занимаются у нас большинство из них с удовольствием. Ну хорошо. А желание у детей появилось больше? Я имею в виду, насколько больше желающих стать учащимися школы искусств за какой-то определенный промежуток времени? Возросло ли? Сложно сказать. Я думаю, желающих стало больше за счет того, что у нас в школе открылось хореографическое отделение, художественное, театральное. Потому что до этого, когда училась я, была только музыкальная школа. Я думаю, что мы должны прямо сейчас заглянуть тихонечко на уроки музыкальной школы и посмотреть, что же такое музыкальная школа сегодня. Мы занимаемся театром, придумываем всякие пьесы и нам ставят за это оценки. Я играл разные басни, делал стихи. Чем вы сейчас занимались? Актерским тренингом. Ну и как? Получается? Ну, всегда по-разному. Если какое-то определенное время заниматься, то потом будет получаться. У нас преподаватели Вера Александровна, Наталья Леонидовна, Андрей Петрович, это очень уникальные в своем роде, шикарные преподаватели. Мы их очень любим. Чему они вас учат? Они нас учат всему, всему, что они сами знают. Актерскому мастерству, сценическому движению, сценической речи. Сейчас играла и Чуд Дыркович. Ты долго разучивала? Недолго. Актерскому мастерству. И куда мы говорили, что те репаши пишутся в нотках Синедон? Любимая школа с днем рождения! Ну просто уникальные кадры, друзья, мы только что увидели с вами. Не каждый день у нас, даже у сотрудников программы «Добрый вечер. Гомель» есть возможность побывать так вот и посмотреть, как же рождаются таланты. Вера Петровна, у меня к вам вопрос. Скажите, а вот за полвека можно ли, скажем так, определить какие-то этапы, веки становления школы искусств? Через что пришлось пройти, как она трансформировалась, если можно так сказать? Очень злачимым для школы был 1989 год. Школа перешла в новое четырехэтажное здание, потому что уже на улице рабочей двухэтажном здании было тесно. И появилась возможность большему количеству детей поступать, обучаться в школе. Открылись новые направления – художественные, театральные. А с открытием концертного зала в 2005 году, в преддверии открытия концертного зала, открылось и хореографическое отделение. Ну, ваш концертный зал сегодня действительно гремит на весь город. И это касается не только детей, которые там выступают, мероприятия, которые проводятся, но и вообще само здание действительно очень такое интересное, уникальное. Да и календарь мероприятий расписан надолго вперед. В принципе, да. Совершенно верно. И я бы хотела просто уточнить, в школе сегодня насчитывается, если можно так выразиться, около тысячи, по-моему, учеников? Ну, если сказать точнее, у нас сегодня обучается более тысячи учащихся. Это 1070. Сказать, какое интересное направление выберет ребенок, это зависит исключительно от него. Интересно заниматься на музыкальном отделении, потому что много массовых коллективов, таких как оркестры, хоры. Есть возможность коллективного музицирования. Очень любят дети театр Креда. Есть свой постоянный зритель, который с нетерпением ждет новогодних сказок. Хореографическое отделение – это красота, это осанка. Это опять-таки коллективы, наш знаменитый образцовый коллектив «Фридом», который постоянно выступает на сцене, участвует в различных конкурсах. Поэтому даже сложно определить, какое направление все-таки главенствующее. Скажите, каждый желающий ребенок сегодня может стать учеником школы искусств номер 5? Или все-таки существуют какие-то кастинги, которые нужно пройти? Ну, талантливые дети все. Каждый по-своему талантлив ребенок. У нас есть возможность обучаться в подготовительной группе, которая потом дает возможность все-таки определиться с выбором. И посмотреть на ребенка, насколько он трудолюбив, и подходит ли ему избранная специальность, избранное направление. Есть самоокупаемые группы, то есть студии, где нет верхней планки возрастной. А вообще, как вы считаете, вопрос, наверное, к вам двоим, как раскрыть талант ребенка? Как определить, что он талантлив, допустим, когда ему 6-7 лет? Неужели это действительно можно сразу понять специалисту? Мы проводим отбор, проверяем начальные данные музыкальные, слух, память и ритм. Если с этим все в порядке, то можно начинать обучение. Но уж дальше как дело пойдет. Потому что... От желания ребенка многое зависит? От желания зависит многое. Это еще зависит от того... Дело в том, что ученики младших классов, они еще не обладают такими качествами, как сила воли, целеустремленность. Поэтому мы над этим работаем. Мы над этим работаем. Скажите, если Александр, он же уже обладает такими качествами, могли бы мы сейчас провести такой подобный кастинг, проверить его память, ритм и вообще, в принципе, определить, готов ли он... И я потенциальный ученик вашей школы. Вот что для этого надо делать? Вот к вам приводят, например, родители ребенка, да? Как вы проверяете его память? Это просто даже любопытно. Память, значит, дается такая небольшая попевочка. Так. И если ребенок ее точно повторяет... Это должны быть музыкальные какие-то... И ритмически точно, и интонационно точно, значит, проблем с памятью нет. Проблем с памятью нет. То есть музыкальная память, мы об этом говорим сейчас. Музыкальная память, конечно. Понятно. А из 100 детей, скажем, 80, 90 или всего лишь 5 чаще проходят подобные испытания? Вы знаете, большинство детей проходит. То есть мы говорим о том, что у нас талантливые дети сегодня. Все дети, они в большей или меньшей степени являются одаренными. А уже все мы понимаем, что чтобы чего-то достичь, нужно упорно трудиться. Ну и в этом, конечно, нам должны помогать родители. Тогда все получится. А есть ли какие-то возрастные рамки, вот с какого возраста и по какой можно переводить? Вот мы уже поговорили про студии, где планок нету, а вот то, что касается... Точно хочет к вам прийти на уроки, я смотрю, Александр. То, что касается классов, процесса обучения непосредственно в самой школе. Ну, например, у меня самому младшему ученику несколько лет назад было 5 лет. Он посещал детский садик и посещал мои уроки по баяну. Так там же баян больше его ростом. Теперь этот ученик является лауреатом международных конкурсов и городских. И сколько ему сейчас? Сейчас он... ему 12 лет. То есть можно сделать даже такую музыкальную карьеру. Он учится в 6-м классе в общеобразовательной школе и в 6-м же классе музыкальной школы. Ну, а когда вот дети приходят к вам учиться, вы можете определить, что вот это будущий музыкант, там, большой, большой будущий музыкант, его ждет большое какое-то будущее? Или это очень сложно сделать вот на уровне школы еще? Ну, как бы, если смотреть на музыкальные данные, насколько ребенок активен, насколько он тебя слышит, насколько он понимает, то можно предположить, что из него выйдет толк, так скажем. И что тогда нужно делать? Больше, более, быть к нему серьезнее относиться, более строже или... Вот есть же какие-то, может быть... Это индивидуальный подход к каждому. Учитываем характер, темперамент, ну и так далее. То есть это чисто преподавательский уже такой идет подход, да? Да. Мне казалось, что в музыке дисциплина, а это как в спорте. Обязательно. Мне казалось, что это очень важный момент, да? Обязательно. Обязательно. Без ежедневных тренировок просто не будет результата. А вот инновационные технологии, они сегодня вот насколько применяются в музыкальном образовании? Именно в сфере искусств обучающие. Ну, я не буду говорить о сфере искусств, я могу сказать только вот о себе. Ну, в основном это происходит на начальном этапе обучения. Вот. В донотный период мы с детьми придумываем какие-то слуховые загадки, подбираем по слуху, транспонируем и работаем над ритмом. Вот. Это при том, что нот они еще пока не знают. Вот. Они слушают музыку в моем исполнении, ну, привыкают к звучанию инструмента, баяна. И потом дело идет все намного проще. Вот, кстати, в свое время мне говорили, что необходимо следить за осанкой для того, чтобы голос очень легко выходил из груди, вот из грудной клетки, вот из легких. Это действительно... Ну, осанка, конечно, конечно. Да, то есть если ты более прямо держишь себя, то у тебя становится более интересный и красивый голос? Я думаю, что да. Вера Петровна, помогите мне, пожалуйста, ответить. Или это все-таки это вопрос. Для развития голоса есть специальные упражнения, как и игре на инструменте. А может ты прямо сейчас нам продемонстрировать какие-то элементарные штуки, как, например, свой голос, даже в домашних условиях, даже вот сидя здесь, в студии, доброго вечера, вот переподнеси. Ну, надо узнать, какое мы хотим направление. Академическое, народное, эстрадное. Наталья, я думаю... Народное, эстрадное или академическое? Я думаю, народное, да. Поэтому, как и игре на инструменте, тоже для развития голоса есть определенные упражнения своего рода. И, конечно же, следить за осанкой, за свободой корпуса. Это обязательно. Не секрет, что имена педагогов Вашей школы вписаны просто в историю культуры Гомельской области золотыми буквами. А что Вы можете сегодня рассказать про сегодняшний состав педагогического Вашего учреждения? Я бы сказала, что у нас сегодня коллектив высокопрофессиональных единомышленников. Свидетельством тому будут результаты работы. За последние три года 50 выпускников поступили в среднее специальное учебное заведение. Очень хороший результат. Сегодня у нас 34 ученика, которые награждены специальной премией президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. 12 Гомельского областного и 19 городского исполнительных комитетов тоже по поддержке талантливой молодежи имеют премии. И очень приятное событие произошло в этом году для нашего коллектива. По ежегодному соревнованию среди учреждений, организаций, предприятий города, наша школа среди учреждений культуры стала лучшей и занесена на городскую доску почета. Да. Ну и так даже, мне кажется, ко многому обязывает теперь, да? То есть, когда приходят на урок дети, они уже должны нас гордо поднятой головой говорить. Ну и достигнута очередная планка, и впереди появляются новые горизонты. Новые перспективы, я так понимаю, большущие. Расскажите, какие планы у школы? Планы у нас всегда есть и достаточно большие. Конечно, они зависят очень часто от финансирования. Это участие в каких-то проектах, то есть в конкурсах международного и республиканского уровня. У нас их очень много. И благодаря поддержке и родителей мы имеем возможность участвовать в этих конкурсах. Потому что это поездки и в Россию, и в дальние зарубежья, даже по Белоруссии. Ну, это все финансовые затраты. 50 лет в школе, полвека существует, взращивает талантливых детей. Но кроме этого, 30 лет на базе школы искусств существует и детская филармония. Расскажите об этом. Что же это за филармония и об основных направлениях деятельности? Это вообще очень уникальное, мне кажется, явление детская филармония. Это что-то такое очень большое, но в то же время детское. Если сказать просто, это концертная просветительская деятельность. Но что входит во всю эту деятельность? Ну, и так оно просто и звучит, концертная просветительская деятельность. Да. Более 130 мероприятий проходят в течение учебного года. Это и непосредственное участие наших учащихся, и наши внутренние мероприятия. Это, получается, буквально через день мероприятия у вас идут? Можно сказать так, и по несколько в день. Это и городские, и районные праздничные мероприятия, какие-то торжественные. Это у нас отчетные концерты отделений, отчетные концерты класса педагогов. Концерты, лекции в общебразовательных школах. Очень большая работа проводится в этом направлении. Ежегодно на базе школы искусств проходят интересные музыкальные мероприятия. Расскажите о самых значимых для вас, например, в этом году. У нас очень часто проходят мастер-классы ведущих мастеров сцены. Приезжают с выступлениями лауреаты международных всероссийских конкурсов. В этом году у нас на нашей сцене выступал Игорь Оловников, наш профессор Белорусской академии музыки, лауреат республиканских международных конкурсов, пианист. Ко дню праздника и празднования Дня города, буквально недавно, на нашей сцене выступал наш национальный академический народный хор имени Титовича, руководитель Михаила Дриневский. Это очень большой такой статус, я считаю, мероприятий, гостей. И, в принципе, наверное, ребята, которые к вам приходят каждый день обучаться прекрасному, они, наверное, соприкасаясь с такими интересными личностями, духовно как-то вырастают. Скажите, вот вы чувствуете какую-то особую свою миссию, что вы являетесь директором подобного учреждения? Ну, это и большая ответственность. Я люблю свою работу и, конечно, стараюсь ее посвятить тому конечному результату, который сегодня есть. А вот какие самые сложные моменты приходится решать вам в течение, допустим, рабочего дня или учебного процесса? Бывают спонтанные вопросы какие-то хозяйственные, бывают текущие вопросы. Но у директора много вопросов, как и в организации учебного процесса, так и в хозяйственной деятельности. Ну, действительно, ваше учреждение очень красивое, чистое, аккуратное, такое, я бы сказала, даже лучезарное. Приятно приходить. У меня вопрос. Как же идет подготовка к юбилейным мероприятиям? Все-таки год для вас и год культуры, и год юбилея вашего учреждения. Да, и что планируете вообще, чем будете как бы удивлять в этот год? Наше юбилейное торжество – это будет большой теплый праздник. Конечно, с приглашенными гостями, с поздравлениями. И сопровождаться все будет праздничным концертом. На сцене будут лучшие коллективы, лучшие исполнители. Вот, кстати говоря, давайте поговорим немножечко о ваших коллективах. Расскажите поподробнее про каждый, потому что они не только имеют звание определенное, там просто еще дети уникальные, преподаватели уникальные. Вот ваша особая гордость – это какой коллектив? Сегодня у нас работает 18 коллективов. Из них 8 имеют звание образцовый любительский коллектив, и один коллектив имеет звание заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь. Это Народный ансамбль народных инструментов «Верос». Коллективы принимают участие не только в концертах, но и в конкурсах. В прошлом году наш образцовый оркестр белорусских народных инструментов, руководитель Остапенко Екатерина Николаевна, завоевал гран-при на открытом конкурсе оркестровых коллективов, посвященном 70-летию Великой Победе в городе Брянске. Он же стал победителем в первом международном конкурсе «Зорные кветки», который состоялся в Минске в мае 2016 года. Наш заслуженный коллектив «Верос» завоевал гран-при на областном фестивале оркестровых и ансамблевых коллективов в памяти Жихарева. И многие коллективы, ну, можно про многие рассказать еще коллективы, например, образцовый ансамбль «Фридем». Он стал победителем на международных чемпионатах по современной хореографии в Чехии, в Прибалтике. Ну, это наша гордость. Есть у меня еще один вопрос к вам. Ведется ли у вас, ну, скажем так, международное или междугороднее сотрудничество со школами подобного формата, как и ваше? Может, в соседнем городе или соседней стране? Более 10 лет мы дружим с детской школой искусств номер 5 города Брянска. То есть школы по-братиму можно считать? И не просто по-братимы. У нас состоялась встреча в этом году, которая называлась «Сто лет на двоих». В апреле этого года школа отметила 50-летний юбилей. В ноябре мы ждем их в гости. О, ничего себе, какое интересное событие. И мы общаемся не только вот… 50 на 50, получается, да. Мы общаемся и коллективы, творческие обмены коллективами. А кроме обменов, может быть, еще есть возможность нашим детям поехать в ту школу на какие-то занятия? Мастер-классы, да. Они проводят конкурсы. И в последний раз проходила теоретическая олимпиада. Они приглашали наших учащихся для участия. Вот мы ездили с оркестром нашим на конкурс. И какие-то все интересные мероприятия, они обязательно нас приглашают. Но если есть возможность, то мы, конечно, обязательно едем. А, Леонид Петрович, скажите, а как вы считаете, чего, может быть, не хватает сегодня нашей, ну, или, может быть, музыкальной культуре, или можно сформулировать по-другому вопрос, в принципе, скажем, культуре? Вообще обучение детей в школе, для обучения детей в школе должен быть, я бы сказала, такой треугольник. Ученик, учитель и родитель. И я отдаю дань глубокого уважения родителям наших учащихся, которые именно используют эту возможность для обучения детей в любой сфере искусства. Всегда ценилась всесторонне развитая, образованная личность. И думаю, к этому надо стремиться одинаково как и нам, учителям, так и обязательно родителям, чтобы воспитывать поколение. Говорят, что музыка развивает мозг. В принципе, получается, что тогда музыкальное образование нужно каждому из нас чуть ли не с рождения, как вы считаете? В обязательном порядке причем. Ну, скажем так, чтобы получилась такая развитая нация. Ну, трудно говорить за всех. Каждый должен решать как бы сам за себя. Но то, что музыка развивает мозг, это однозначно. Потому что, ну, даже обычное слушание музыки, оно уже стимулирует работу мозга. Вот. А игра на инструменте и подавно. У музыканта работают две руки одновременно. Вот. Поэтому оба полушария в это время работают. И у ребенка, например, развивается в процессе игры на инструменте, развивается внимание, воображение, мышление, память. Зрительная, образная, слуховая, координация движений. Хорошо. Это то, что касается игры на музыкальных инструментах. Но все-таки, возвращаясь к основной, скажем так, теме разговора нашей сегодняшней программы, голос. Поем мы, ну, чего там греха таить, везде и всегда. Кто-то с утра в душе, кто-то, когда заваривает кофе, кто-то... Кто-то в караоке, в караоке. Кто-то в караоке, кто-то за рулем автомобиля, кто-то просто в кабинете, когда никто... Не слышу. На ваш взгляд, людей, которые, скажем так, рождают, создают таланты, для чего человек поет и как это влияет на наше интеллектуальное развитие, духовное, эмоциональное? Именно пение человека. Ну, конечно. Музыка, она бодрит в любом случае. Да, она создает настроение. Вот. И без нее просто, я думаю, жить невозможно. Это просто жизненная необходимость слушать музыку. Поет песню веселую, хорошее настроение. Это выражение еще каких-то своих чувств. Вообще, голос — это самый совершенный инструмент. Я бы сказала, самый тонкий. Если музыкант может часа четыре заниматься музыкой, играть на каком-то инструменте, то столько петь — это очень сложно. И сегодня у нас уделяется большое внимание развитию именно хорового пения. А я знаю, что у вас очень интересная музыкальная карьера, если можно так сказать. Ну, потому что не может обычный человек быть руководителем подобного учреждения. Я это уже поняла. Скажите, вы не жалеете, что все-таки работаете сегодня с детьми, а не посвятили свою жизнь себе, своей музыкальной, очень интересной карьере? Нет, я не пожалела ни разу. Я закончила Белорусскую Академию Музыки. И на протяжении всей моей административной работы, я в свое время работала замдиректора детской музыкальной школы номер один, мне Чайковского 14 лет проработала, вся моя административная деятельность была связана с педагогической деятельностью, пересекалась тесно. У меня сегодня есть свои выпускники, которые продолжают мое дело и лауреаты многочисленных конкурсов, восемь стипендиатов специального фонда президента Республики Беларусь в поддержке талантливой молодежи. Поэтому я никогда не пожалела. Даже если закончится карьера директора, то педагогическая продолжится. А что все-таки должно быть, какие главные качества должны быть у учителя музыки? Он чем-то должен отличаться от учителя математики, в принципе? Любой учитель должен любить свое дело. И общеобразовательность школы, и учитель математики, и учитель музыки. И самое главное, хорошо его знать. Я вот уверена, что сегодняшние гости нашей программы, они не только знают, что такое музыка, они, мне кажется, тонко чувствуют, как она влияет на наши сердца. Вот, например, Александра, они сегодня покорились с первой минуты. Осталось только спеть. И Саша в кармане. Ну что ж, до этого мы обещали сегодня спеть, если, конечно, у нас получится. Ну а пока что... Подожди, мы еще осанку не выпрямили. Пока что, думаю, стоит еще раз напомнить, что пятая школа искусств исполняется 50 лет в этом году. Мы еще раз поздравляем вас с этой замечательной датой. Приглашайте на ваше юбилейное торжество. С огромным удовольствием придем. Ну и, конечно же, желаем вам талантливых учеников и покорения новых творческих вершин. Спасибо большое. 50 лет – это серьезная дата. Это подведение определенных итогов. И, конечно же, здесь хочется вспомнить и бывших работников школы. И обязательно сказать огромное спасибо нашим родителям и ученикам, которые прославляют школу. Потому что результат – это, естественно, что результаты дают учащиеся. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем у нас продолжится такая тесная связь с родителями. Будет поддержка со стороны нашего городского областного руководства. В этом мы тоже всегда нуждаемся. И приглашаем детей, кто у нас еще не учится, приглашаем к нам в школу. У нас очень интересно. У нас очень интересный коллектив. Много разных отделений. И каждый выберет себе по вкусу, что ему интересно. Ну, вы знаете, я тоже подтверждаю. Там действительно очень интересно. В этой школе буквально недавно мы там побывали. Вот такие замечательные гости были сегодня у нас в гостях. Мы еще раз вас поздравляем с 50-летним юбилеем. Ну, а нашим зрителям напомним, что у нас в гостях были директор Гомельской школы искусства номер 5 Вера Петровна Кузнец и преподаватель школы Лариса Валентиновна Ларчик. Спасибо. Удачи. Новых побед. Спасибо большое. И вам спасибо. Янка 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 стоять на горы А я стою у долине Янка все ехо муде А я журопины Журопины не взошли Ковуды посохли Комминя Не кладили Капьяны Га Ха 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 Янка 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 Субтитры делал DimaTorzok Журавины не взошли, ковуны посохли, мяне хлопцы не взлюбили. Камьяны! Камьяны! Кто? Мы до мяне присохли. На что способен человеческий голос? Особенно если он детский. Наши следующие гости очень юные, но уже очень талантливые и знаменитые. Сегодня у нас в гостях гости из славного Полесского края, из Ельского района, который знаменит своими талантами. Это родина фестиваля Грай-Хармоник, замечательных ремесленников, десятков любительских коллективов с почетными званиями, заслуженные и народные. Один из таких чудных коллективов сегодня у нас в гостях. Знакомьтесь, ансамбль Рэха из Ельска. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Очень рада видеть вас в нашей студии. В гостях сегодня у нас Юлия Дударева, руководитель ансамбля, ну и сами, конечно, ребята. Скажите, Юлия, Рэха – это новый коллектив или всем известная веселка? Раскройте карту, а то мы уже запутались. Рэха – это новый коллектив с новым названием, но с прежним составом, руководителями и с прежними целями. Сейчас мы работаем на базе государственного учреждения образования «Ельский районный центр детского творчества и молодежи». Мы знаем, что концертно-творческая деятельность ансамбля, она отмечена такими многими наградами. Расскажите, какие самые значимые из них? Награды длиннозначимы все, потому что на каждом конкурсе, да, как-то коллектив реализовывает себя все больше и больше. Можно отметить конкурс памяти Владимира Мулявина, который проходил в Гомельском колледже искусства Министера Федоровича Соколовского. Очень было приятно отметить, что сами конкурсанты даже встречали детей бурными аплодисментами. Это, наверное, было впервые, потому что обычно соперники, да, вот немного в другом направлении действуют. Можно отметить, в 2013 году вот у нас Сережа Гриневич стал, получил звание «Человека года» в номинации «Открытие». Сережа, скажи, к чему обязывает такое звание? Что изменилось, в принципе, в твоей жизни после этого? Я начал больше заниматься, больше хлопот появилось. Вот. Скажи, пожалуйста, больше знакомых, подружек? Конечно. Это само собой. Вот почему полезно петь. Сергей, творчество – это, безусловно, хорошо, но в твоем-то возрасте, наверное, побегать с пацанами, где-то поиграть, сходить на какие-то тусовки. Стихотворение выучит Незу в конце концов, нет? Да, это все успевается. Это все само собой. Какие, Юля, серьезные молодые люди. Да, вот, ребята, в вашем репертуаре очень интересные, очень красивые белорусские, многоголосые такие песни, да? Вот скажите, девочки, вот вам нравится вообще вот эта белорусская тематика, вот эта лирика в музыке? Что это для вас такое? Мы очень любим петь в особенности белорусские песни. У нас к ним особое отношение, не такое, как к другим, потому что белорусская песня, она отражает всю мудрость и широту души белорусского народа. Ну, сказала очень красиво, надеюсь, как бы, надеюсь, именно это и чувствуешь. А, в принципе, вот самая любимая какая песня? Куполинка, наша любимая. И мне тоже нравится, особенно нравится, как вы ее поете. Саш, давай послушаем, ты наши зрители сейчас. Наших артистов, юных, а дальше, дальше продолжим разговор этим добрым вечером. Куполинка в исполнении ансамбля Рэха. Это что-то невероятное. Послушайте. Куполинка, куполинка, темная дочка, темная ножка, Куполинка, одежда твоя дочка, темная ножка, Куполинка, одежда твоя дочка, Дедушка, моя дочка, у садошку Рожу-ружу полить, ружа-ружу полить, Белый ружки полить, ружу-ружу полить, Белый ружки полить, Квитушки рвы, квитушки рвеночки, Звивае, вешки живае, Слезки пролить, слезки. О-о-о, 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 о-о-о но просто умницы таланты просто слушать и заслушаться можно выступлением наших замечательных гостей Ребят, а для того, чтобы достичь такого уровня вокального мастерства, вот сколько раз в неделю приходится репетировать? Вообще наши репетиции проходят два дня в неделю, приблизительно по шесть часов, но перед концертами и конкурсами, естественно, нам надо собраться с ними. Еще раз, шесть часов в день? Беспрерывного и непрерывного пения? Частенько бывает, что да, нет перерыва Саша, ты бы выдержал такую репетицию? Я думаю, я бы не выдержал, просто честно. Вы герои За все вот эти годы, которые мы занимаемся, мы уже просто привыкли, это как вышло в привычку Но когда у нас конкурсы или какие-то концерты, естественно, приходится собираться самим. Поэтому мы собираемся без нашего преподавателя Ведь, я так понимаю, чем больше, тем лучше. Юля, скажите, пожалуйста, вот такой уровень вокального мастерства, он же наверняка достигается как-то не за один год Ребята в таком составе. Сколько времени вообще нужно преподавателю, чтобы такую красоту получить? Собрать такой коллектив Ну, вы знаете, у нас ребята по-разному пришли в этот коллектив Кто-то занимается уже у меня шесть лет нашей работы Вот Леша Засинец наш, он занимается с нами только полтора года И то он пришел к нам Вообще он в музыкальной школе стоял по классу скрипки, и вот к нам пришел как вокалист Алена, маленькая девочка Она занимается тоже у нас полтора года лично вот в моем составе То есть Это все, конечно, помогает Они все профессиональные у вас уже на сегодняшний день музыканты? То есть, или это все-таки люди с улицы Вот, где вы их находите? Не все Вот, например, Оля Она у нас вообще без музыкального образования Но одна единственная наравне со всеми Она держит партию второго сопрано Ну, мы поем четырех голоса И вот один человек удерживает Хотя музыкальную школу не оканчивало ничего Я вот уже говорила, что Леша по классу скрипки учился А поступил в Гомельский колледж искусств на хоровое дирижирование Решил вот связать свою жизнь Вот дальше пойти по степени Леша, кстати, как тебе учиться в нашем колледже? Очень нравится А что нравится? Там же, наверное, очень строгие преподаватели Да, там строгие Особенно по математике А, математика тоже нужна все-таки музыкантам Очень-очень правильно Особенно математика Хорошо, учеба и занятия в музыкальном, в хоровом коллективе Насколько сейчас это сочетается? Вот я езжу каждые выходные в Ельска Чтобы позаниматься с ансамблем То есть по скайпу дистанционно никак не получается? Нет, дистанционно это очень плохо Ну вот, это сложно, но получается Ну, в любом случае, ты сегодня тоже набираешься определенных знаний Которые будут полезны твоему коллективу Ребята, а как у вас вообще в коллективе отношения? Я смотрю, ребята очень уважительно к девочкам относятся А у вас есть какие-то там, не знаю, обязанности? Девчонки гладят, мальчишки там Корпоративный этикетка внутри коллектива Вот так вот мудро спросил Саша Ну, расскажите Ну, вообще такого нет Каждый за своим костюмом смотрит сам Каждый за собой, чтобы так было быстрее Ну, естественно, если кто-то видит, что у кого-то там нитка вылезла Или какая-то волосина То, естественно, друг друга поправляют Потому что это очень важно Все должно быть безупречно Сегодня в ансамбле занимается 9 детей Нет, у нас 2 состава У нас 17 человек занимаются 15 из них ельские И 2 человечка из Мозыря ездят То есть я сама из Мозыря, и вот они со мной вместе едут Значит, это старший состав Здесь 8 человек В младшем составе у нас 9 человек В младшем составе это 6, 7, 8? Нет, в младший состав у нас уже 9-10 лет То есть он подрастает достойная смена, скажем так Юлия, скажите, а почему Реха? Вы знаете, мы очень долго искали вообще название нашего коллектива Скажем так Было много всяких вариантов Но все равно мы приходили к Рехе Хотя хотели найти белорусское слово Мелодичное, красивое Но Реха у нас далеко не мелодичное Будем честно говорить откровенно Скорее всего по двум причинам Первое слово «Эхо» ассоциируется с многоголосным пением все-таки Как оно разносится А вторая причина Мы участвовали в конкурсе, одноименном конкурсе Реха И где каждому руководителю своих ансамблей Была дана возможность поговорить с членами жюри за круглым столом И обсудить как что Да недочеты какие-то, либо успехи, которые у них получались И белорусский композитор Елена Викторовна Дрожкевич Заметила отличительные свойства ансамбля И дала напутствие к нашей работе Которую мы до сих пор сохраняем Вот, ну, другого названия уже быть не могло Это и стало нашей точкой отсчета Нашей деятельности Саша, согласись, у них у ребят уникальная такая хореография Она вроде бы как бы детская Но в то же время очень подчеркивает Какой-то особый стиль Кто-то вот специально занимается Да, с нами занималась балетмейстер Васильчук Катерина Григорьевна Это не только наш балетмейстер Но и советчик, наш товарищ Сейчас она уже работает в городе Минске Она работает в танцевальной школе Но дистанционно занимается с нашими ребятами Помогает, наверное, участвовать в конкурсах Вопрос, наверное, который сейчас не только у меня Но и у многих родителей Которые смотрят сейчас этот «Добрый вечер» вместе с нами Есть ли у вас какой-то секрет Как раскрыть одаренность ребенка? Да, скажем, вот особый голос Вы это сразу видите? Или все-таки? Вы знаете, через индивидуальный подход, я считаю Каждый ребенок по-своему У каждого ребенка есть своя одаренность Ее надо просто нужно заметить Уметь раскрыть Ну вот я считаю, через индивидуальный подход Сергей, скажи, пожалуйста Ты сам пришел заниматься музыкой? Или родители тебя как-то направили? Сам, мне просто с детства очень нравилось петь Просто и до сих пор мне очень нравится петь Ну а были ли люди, которые рядышком находились и сказали Серега, ты классно поешь? Да, у тебя там особый голос Давай-ка в нужное русло Мама, папа, бабушка, дедушка Наверное, в семье тоже кто-то пел, я так думаю Да, она все в семье поет Вы собираетесь так за круглым столом или на пенечке спеть? Бывает по-разному Часто просят дома устроить сольный твой концерт? Бывает Ребят, что для вас значит вообще музыка, голос? Ну это наше давнее увлечение, которое переросло уже во взрослое и серьезное хобби И без которого сейчас бы, наверное, пришлось очень трудно Как здорово! Саша, скажи, а для тебя что значит музыка? Для меня музыка это то, что создает мое настроение, безусловно А для меня с сегодняшнего дня музыка это то, что делают эти ребята Это замечательная группа, я даже не знаю, ансамбль, я не знаю, как вас назвать Вы просто бесподобные Уникальное явление И слава богу, что вы, ребята, таким явлением появились именно в нашей Гомельской области Берегите голос, вот все, что я хочу вам сказать И, конечно, радуйте нас своими песнями, своими произведениями Юль, скажите, вот в чем состоят основные трудности вашей работы И, может быть, сегодня, вот сейчас, вот вы бы хотели отметить, кто вам помогает Кого-то поблагодарить, пользуясь эфиром Да, конечно, большую помощь, сказать так, наша палочка-выручалочка Это наш концерт-мейстер Ильина Людмила Владимировна Которая берет на себя половину моей даже работы Потому что два состава все-таки в один день немножко, да, тяжеловато держать И хотелось бы поблагодарить родителей, которые и финансово поддерживают ребят И доверили вообще мне своих, да, деток Ну и, конечно же, тех людей, которые небезразличны к нашему творчеству От них тоже идет большая помощь Ну и, наверное, несколько слов хотелось бы услышать от вас Пожелания тем людям, которые хотят петь Что вы им пожелаете? Но по какой-то причине этого не делают, да, дайте пару советов Прежде всего мы хотим пожелать, наверное, силы воли Ведь заниматься вокалом не так легко, как кажется на первый взгляд Также хочется пожелать трудолюбия и хотя бы чуточку авантюризма Также ни в коем случае не надо бояться У вас все получится Главное, чтобы было желание Отлично Может быть, еще что-то? Саша, дважды Саша, зажавайте со всех сторон Вот такой замечательный коллектив был сегодня у нас в гостях Мы продолжаем добрый вечер И вернемся в студию через несколько мгновений Алексей Каверин и Олеся Перова Радиоведущие Гомель-ФМ и Гомель-Плюс Сегодня у нас в гостях Добрый вечер, ребята Здравствуйте Привет, ребят Именно их голоса мы слышим из радиоприемников Вот то, что касается Олеси Олесь, вот когда ты в эфире, вот, казалось бы, слушал бы и слушал Слушал бы и слушал И несмотря на то, что это новостной формат Уже там не важно, какие новости Хорошие, нейтральные Но иногда бывают драматические Вот скажу, у всех ли такая реакция на твой голос? Да, вот бурная такая реакция на твой голос, Олеси Я очень рада, что вызываю такую реакцию у вас Надеюсь, что вызываю такую же реакцию у наших радиослушателей Очень приятно, да, что вы тоже слушаете нашу радиостанцию Мы тоже смотрим ваши А откуда же новости-то узнавать? Ребят, серьезно, мы очень любим то, что вы делаете Вот скажи, твой голос, он уже многих очаровал Покорил? Да Ну, как бы это ни звучало так не очень скромно На самом деле, покорил Был один замечательный случай Мне было очень приятно Был пасмурный, такой грустный день Субботний выходной, да Спишь себе спокойно На работу спешить не надо И раздается с утра телефонный звонок Поднимаю трубку, звонит моя коллега и говорит Слушай, наделала ты делов, говорит, с утра Едет мой знакомый в машине и звонит мне Говорит, слушаю, погода И прям, говорит, обомлел На улице пасмурно, идет дождь А она говорит своим мелодичным голоском Сегодня в Гомеле переменная область Вот так ты Дождь А чему я позвонил и поблагодарил мою коллегу Говорит, передай ей большой привет И скажи спасибо за то, что она мне подняла настроение В этот субботний вечер Ну, с таким голосом и погода может измениться Ровно в один счет Ну, я вам расскажу, на самом деле Со мной связывались тоже друзья И спрашивали насчет Олеси И просили познакомиться Познакомил? Я хотел сам познакомиться с Олесей Леш, ну, а вот скажи, тебя часто узнают по голосу? Ну, довольно-таки, на самом деле Раньше ездил в маршрутке Когда я специально ездил только на тех, в которых играет Гомель ФМ Чтобы послушать сам себя? Нет, чтобы после своего выпуска сказать Извините, на следующий, пожалуйста Я уверена, что он это говорил очень громко Передайте за проезд Была история, знаете, наверное, Татьяну Ушакову Конечно Мы на остановке с ней как-то ехали домой Это моя любимая история Давайте мы послушаем На остановке, да, стояли Правда, ехали в разные стороны И ее маршрутка приехала первая Ну, я как джентльмен, естественно, открыл дверь в маршрутку Проводил ее И все, она села, и я громогласно во все услышание С вами едет Татьяна Ушакова И можно сказать, сколько концентрация славы в маршрутке на Татьяну Ушакова какая свалилась Ну, на самом деле, Леша, вот скажи, Саша, согласитесь, довольно редкий такой вот голос И, не знаю, мне кажется Редкий голос у Витаса Это Леша, у тебя тоже наказывается Но это не голос, это вокалист уже Ну, это голос, извините Вот, допустим, у меня, как у вокалиста Не такой голос, как у Витаса Но я не считаю, что это уникальный Это нормальный мужской голос Мужской голос радиоведущего, скажем так А кроме маршрутки Татьяну Ушаковой Вообще, приходится где-то вне эфира еще пользоваться голосом, чтобы там достичь какой-то цели Например, в очереди в магазине или в поликлинике Погромче, покрасивше, да Ну, скажем так, в разных делах скорее Ну, а в очереди в магазине я в магазины не хожу И в очередях не стою, серьезно Вот такая вот Очень приятно, на самом деле, когда заходишь в магазин, да, что-то покупаешь И Алексей Каверин тебе что-то рассказывает И во многих магазинах слушают наши радиостанции И себя, в частности, тоже приходится слушать А тут подходишь на кассу и тем же голосом Там только что было «Здравствуйте, с вами Олеся Перова», а тут «Здравствуйте, молоко, пожалуйста» А вообще, достаточно вот голоса, только голоса, для того, чтобы хорошо, качественно преподносить новости на радио? Я думаю, что одного голоса все-таки недостаточно Так что еще раз В любом случае, нужно работать над голосом, беречь голос, да, потому что, ну, сейчас такой сезон, скажем так, осенний-зимний, да, начинается сезон простуд В любом случае, всегда у работника радио на столе стоит большая чашка с чаем Олеся, вот как соблюдаешь какой-то голосовой режим, как следишь за своим голосом? Есть ли какие-то профилактические предприятия? Я в выходные молчу и стараюсь поменьше разговаривать У меня даже многие родственники на праздниках удивляются Когда родители начинают там рассказывать А вот наша Олеся, вот она там выступает, она там танцует, поет, на радио работает И на меня так все смотрят удивленно Разве? Это молчаливая девочка Это молчаливая девочка На самом деле, она очень скромная На самом деле, да, все думают, что я очень скромная и молчаливая Потому что на работе всегда говоришь Друзья, я хочу обратить ваше внимание на одну потрясающую вещь Эфир сегодняшнего доброго вечера Ну, в моей практике это первый случай, когда Олеся первого улыбается Обычно сотрудница службы новостей с непробиваемым выражением лица Без эмоций, без улыбок На все мои, скажем так, призывались Ну, улыбнись Вот только тогда я вижу ее улыбку Сейчас на всю область Ну, Леш, я так понимаю, что тебе профессия радиоведущего в жизни тоже очень помогает Расскажи Да, помогает? Не то слово В принципе, я с помощью этой профессии стал на ноги, я вам скажу Стоишь еще, да? Еще стою пока, еще не пошел Просто стою Ну, на самом деле, профессия радиоведущего Я вообще никогда не думал, что я окажусь на радио и буду работать Но совершенно случайно вообще попал Меня пригласили попробоваться Попробовался и, скажем так, в колонках В колонках мой голос совершенно по-другому звучит, нежели в жизни И практически сразу меня взяли как бы на эфир вести опять же новости Но я очень несерьезный человек, такой разгильдя, если можно сказать Да, ну не верьте Очень серьезный, кстати, действительно Не, ну просто как бы темперамент не совпадает, но в то же время уже 7 лет почти я читаю новости Но согласись, что благодаря твоему голосу у кого-то и появился этот гениальный план пригласить тебя на радио То есть это было, скажем так, старт Спасибо папе, можно сказать, потому что очень похожи голоса с отцом Но у него такой более брутальный, потому что, наверное, взрослый И как-то вот так вот Ну, наверное, с возрастом у меня такое же появится, я надеюсь А, ребят, ну мы же, конечно, вас пригласили сюда не просто пошутить, повспоминать и немножко поговорить о радио Тема программы у нас все-таки голоса Голоса Вот скажите, вопрос может быть с одной стороны и очень легкий Хотя я не могу до сих пор найти на него точного ответа Вот голос, его сила вообще на самом деле в чем? Вот если взять, допустим, вашу профессию Как вы считаете? Сила голоса Наверное, сила голоса заключается в том, что ты можешь заставить человека себя слушать Вот в этом сила В принципе, да В принципе Я тоже с Алексеем соглашусь, да, немножко дополню, что голос это не только сила, да Голос это, наверное, душа Потому что любая новость, которую ты преподносишь, ты ее должен донести до слушателя так, чтобы ему было понятно, да, чтобы ему было интересно Можно написать новость очень легким языком, но произнести ее так, что ничего не поймешь Поэтому вот эта вот душа должна быть, наверное, в каждом слове Но в новостейном жанре все немножко иначе, нежели люди, которые работают у микрофона в диджейских часах Новость нужно прочитать без эмоций, но так, чтобы было понятно, как это получается Не соглашусь, что без эмоций, все-таки эмоции присутствуют Алексей меня перебивает, не даешь, когда мне хочется сказать Мы работаем на разных радиостанциях, поэтому и, в принципе, работаем на разных радиостанциях, потому что мы всегда перебиваем друг друга Хотим больше и больше сказать На самом деле, мне кажется, не только душа, вернее, как душу вкладывает радиоведущий, тот же новостник Нужно говорить правду и только правду, и тогда тебе поверят, и тогда тебя будут слушать Ну с душой, правда, но с душой С душой, обязательно Отлично, отлично, про голос, то, что нам сегодня надо было услышать Хорошо, если разобрать голос, рассматривать голос как физическое явление, голос это еще и дикция Сколько времени каждый из вас уделяет именно урокам дикции, каким-то самосовершенствованиям? Сегодня я могу смело сказать, что уже какие-то конкретные уроки, обучение я не веду То есть, ну, как бы это практика, я каждый день читаю очень много вслух И доходит до того, что даже когда в магазине читаешь, да, допустим, состав чего-то Или читаешь ребенку книгу, я ее читаю не так, как нужно читать, да, я ее читаю так, как читаю новости Да, то есть уже настолько выработалась дикция, что по-другому я уже читать не могу То есть смотришь на глазированные сроки и сегодня в выпуске Да, и читаю, да Ребят, ну а что бывает, вот, если вдруг у вас плохое настроение, а эфир надо вести, и голос охрип, и как вот вы, радиослушатели-то все равно по большому счету? На самом деле очень сложно, но к этому приходишь, наверное, с годами, потому что у каждого случаются какие-то неприятности, да, семейная проблема, конфликты И нужно уметь отключаться перед микрофоном Это сложно, не секрет, что приходится где-то перебарывать себе, да, какие-то свои, получается, проблемы И начитывать эту новость так, чтобы все-таки она звучала очень бодро и весело Стараемся, надеюсь, что получается, надеюсь, что нас слушают и будут продолжать слушать, несмотря ни на что Когда приходишь в хорошем настроении, мне кажется, слушатель тоже это ощущает Но стараешься изо всех сил, чтобы не было разницы вот этой, сегодня плохой день, а завтра хороший Вот когда звучит музыка, что вы делаете? Новости А, пишите Ну, Леша уже раскрылся Могу сказать, что приходится совмещать приятное с полезным Вы тоже слушаете музыку? Мы слушаем музыку, мы еще и кушаем в это время, и пьем чай, о котором мы уже говорили Еще можно что-то другое делать, там, да, заниматься какими-то другими документами Но они слушают музыку, которая для радиослушателей в этом мире Музыку, ну, слушаем, и музыку у нас очень бурный процесс, то есть все происходит одновременно Алисия, я вам по секрету скажу, она слушает радио Гомер-ФМ втихаря А, в частности, Алексея Каверина Я, например, Алексея Каверина слушаю каждое утро Каждый ли может развить свой голос для того, чтобы владеть им, использовать его как рабочий инструмент Ну, и, возможно, тоже осуществить свою мечту, стать диджем на радио, вести развлекательные эфиры, либо читать новости Или это все-таки профессия для избранных? Ну, я скажу так Вообще, мне кажется, что каждый человек может добиться чего угодно сам, в любом случае Да, конечно, у некоторых людей есть определенные там таланты, да, которых нет у других людей Но ты можешь добиться какого-то навыка То есть, если ты будешь планомерно, постоянно заниматься одним и тем же делом, то в любом случае ты получишь от этого дивиденды То есть, либо ты научишься, либо ты получишь деньги какие-то В общем, если ты начнешь заниматься, скажем так, на радио работать, да, и у тебя, в принципе, ничего не может получаться в начале То в конце все равно получится Усердие и труд, я так понимаю Ну, конечно, американцы говорят, что в любом случае, любое дело, чем бы ты ни занимался, два года и только после двух лет ты почувствуешь, что ты чего-то добился Ну, вот такая вот американская, но в то же время под белорусский уклон, такой совет от Алексея Каверина для наших телезрителей Ну, мой совет таков, что если цель есть, если есть какая-то, да, определенная задача Задача, да, то нужно обязательно к ней идти, несмотря ни на что Я шла таким же путем, у меня когда-то в голове возник образ, что я сижу в какой-то студии, на мне такая нарядная, красивая юбка Я такая вся красивая, с прической и рассказываю людям новости Вот я представляла это так И хотела, чтобы как-то двигался этот процесс Начинала издалека, да, сначала читала какие-то статьи о том, как поставить голос, как улучшить свою дикцию И потом попробовала попасть на радио Попробовала, пришла, поделала новости, записала, опять сходила, записала То есть этот процесс был не такой быстрый, как, может быть, думают другие люди, да? Как у Алексея, да Вот, ну, то есть нужно учиться, ходишь месяц-два-три, даешь результаты, виден прогресс, да Тогда, получается, есть возможность уже, может быть, и остаться здесь и как-то себя уже зарекомендовать и рассказывать людям новости Вот такие удивительные люди с такими удивительными голосами живут рядом с нами и заряжают нас своим позитивом на радиоволне Алексей Каверин и Олеся Перова сегодня в гостях у Доброго Вечера Спасибо вам, ребята Спасибо большое Огромное спасибо за увлекательный Добрый Вечер и приходите к нам в гости снова Зовите чаще, конечно, придем, спасибо вам Удачи Дорогие друзья, согласитесь, красивый голос способен творить чудеса Поэтому пойте, читайте стихи, смейтесь, рассказывайте, в общем, делайте тех людей, которые находятся рядом с вами, чуточку счастливее Это была программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4» Ищите нас в популярных соцсетях, подписывайтесь на наши новости и не забывайте заходить на наш официальный сайт tvrgomel.by И не забывайте, что на телеканале «Беларусь-4» каждый вечер добрый Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова